Всем добрый вечер! Темой сегодня прямого эфира сегодняшнего будут виды поливы или как не стать заложником большой коллекции. Потому что когда у нас несколько фиалочек на подоконнике, мы вообще не задумываемся о том, как мы их будем обслуживать, как часто мы будем их поливать. Нам это в кайф. Я сама очень долгое время получала от этого какое-то особое наслаждение, когда я утром вставала и шла поливала фиалочки. Это был какой-то такой, знаете, особый метод медитации. Полить фиалочки это все равно, что накормить деток. Но когда коллекция начинает расти, соответственно, мы начинаем все больше и больше тратить время на полив. И в какой-то период мы начинаем чувствовать, что это нас начинает напрягать. Или бывают такие ситуации, когда нам нужно уехать, например, куда-то. И мы понимаем, что за фиалочками нашими нужен присмотр. Это наши дети, которых мы не можем ни взять с собой, ни оставить одних. И вот тут нам приходят на помощь такие виды поливов, как фитильный полив, как полив на капиллярных матах. Именно о них мы сегодня тоже будем говорить. Буквально вчера мне задала женщина вопрос в комментариях, что же это за панацея фитильный, это новое веяние, новая мода, фитильный полив. Нет, дело в том, что сама культура фиалки растет у нас, понимаете. И с каждым днем все больше и больше коллекционеров появляется, в Украине в частности. А коллекция, это слово само за себя говорит, что это не один и не два. И поверьте, на десяти, если вы думаете, вот заведу себе пять фиалочек, синюю, красную, желтую, либо фиолетовую, и на этом остановлюсь. Поверьте, это далеко, ну, на этом вы не остановитесь, это уж точно. Поэтому, когда коллекция растет, соответственно, мы начинаем искать какие-то варианты, чтобы нам, у нас уходило меньше времени на обслуживание, и больше времени мы любовались, да, фиалочками. Вот, в этот эфир я подтянула, сегодня я не собирала никаких вопросов, честно говоря, и времени-то на это не было. И в этот эфир я подтянула вопросики, которые были заданы в прошлое, на подготовку прошлых эфиров. Это, ну, такие банальные вопросы, как правильно поливать фиалочку, сколько нужно там фиалочки воды наливать, сколько раз в неделю и так далее. Вот, давайте, наверное, рассмотрим сначала классический полив. Это когда у нас несколько фиалочек растет на окошке, да, вот, как же нам их правильно содержать, поливать. Смотрите, если у вас не так много фиалочек, то вы, в принципе, с легкостью можете обойтись и без фитильного полива. Вот, но часто я слышу, когда ко мне приходят в магазин, или даже когда ко мне домой приходили, мне говорили, ой, у вас они такие, ну, мои не такие, вот, они у вас такие жирненькие, у вас такие сочные листья, у вас такие блестящие листья и все такое. Так вот, это именно и есть заслуга фитильного полива. Когда у меня фиалочки росли на нижнем ручном поливе, у меня они тоже были такие компактные. Я не могу сказать, что они были плохие, или они там не блестели. Нет, все это было, ну, все это было, как бы, в меру. И такие фиалочки тоже пышно цветут, они, здесь главным плюсом, да, пышного цветения является закладка бетонов, то есть хорошее освещение. Вот, и тогда у вас будет, как бы, и компактная розетка, и пышный букет, да, как на выставке. Вот, такие фиалочки лучше растить на каких-то субстратах, вот, когда вы растите на ручном поливе, вам подойдут субстраты, такие как флорин, либо фиалка, ну, там симполия, да, еще есть такие. Ну, я уже не помню, когда-то я их всех перепробовала, когда-то я растила даже на универсальном грунте, да, на земляной смеси фиалки. И они, в принципе, тоже, как бы, хорошо росли, плюс этих грунтов в том, что там не нужно столько, как бы, удобрения, чем когда вы используете торфа чистые, да, профессиональные. Вот, потому что там есть своя таблица Менделеева, то есть там все эти элементы, они собраны, фиалочка берет их из земли, из того чернозема, вот. Но там нужно, знаете, правильно действительно поливать, нужно иметь вот эту, я не знаю, чуйку, меру, да, правильно, сколько нужно полить фиалочку, нужно чувствовать фиалку. Очень часто ко мне приходят бабушки и говорят, да я ращу там на универсальном грунте уже 20 лет, и у меня все хорошо. Это о чем говорит? Это говорит о том, что человек просто вот привык к этому методу, он чувствует свою руку. Да, может быть, там поначалу она загубила там несколько растений, но она очень четко уловила эту грань, сколько ей полить, когда ее поливать, вот. И, как правило, если у нее хорошо получается на таком грунте растить фиалку, значит у нее, простите, забыла отключить звук, у нее уже рука настолько набита, то есть она не делает пересушки фиалки, то есть у нее очень регулярный полив, вот, и точный полив. Поэтому никто не отменял выращивание на, ну, на обычном ручном поливе, вы можете поливать их и в блюдечко, и поверху, вот. Вот, кстати, хотела еще показать вам вот такую вот леечку. Многие, наверное, уже видели в моем аккаунте, раньше я их очень много дарила. Это обычный колпачок с дырочкой, и в него вставлен колпачок от шприца. Вот, и получается вот такая вот леечка. Использую я ее для деток, надеваю на маленькую бутылочку. Эта бутылочка мне не очень нравится, она новая, пока хрупкая, ну, такая, знаете, упругая. У меня есть очень некрасивая, но я вам покажу. Старенькая бутылочка, вот она очень мягкая, она поливает прям, набирает воду, как спринцовка, очень удобная. Поэтому, если вам досталась такая леечка, и вы ее не оценили, то попробуйте поменять бутылочку, выбрать более мягкий пластик, более тонкий пластик. Очень удобно, точечный полив, особенно, когда много деточек, я поливаю вот так каждую деточку под лист. Ну, в принципе, я поливала так раньше, потому что буквально недавно я уже настолько, как бы, устала от всего этого, вот. И магазин обязывает переходить все на новые и новые какие-то этапы, да, полива для того, чтобы сократить еще максимально это время и уделить внимание вам, уделить внимание посадкам, пересадкам, отправкам и так далее. Вот, поэтому, ну что, поливаем, как обычно. Если вы привыкли, если вы 20 лет растили на нижнем поливе, и вас, в принципе, все устраивало, то продолжайте, ну, ничего в этом плохого нет. Если вы не можете подружиться с поливом, либо, ну, у вас случаются бактериозы, да, то есть это когда фиалочка сгорает буквально за ночь, да, сгнивает, вот. Это говорит о том, что у вас неравномерный полив, то есть вы то больше ей дадите, то меньше ей дадите. И тем летом у меня сосед здесь через стенку пришел и рассказывает, слушай, говорит, а вот твои фиалки на фитиле растут, а моя тоже, и рассказывает мне, говорит, вот я уезжаю на месяц, он уезжает, девочки, он погружает фиалку на, ну, которая посажена в какой-то универсальный грунт, он вот так вот на пол горшка, он погружает ее в воду, вот. И говорит, я приезжаю, она живая, она такая сочная, упругая, все с ней хорошо. Я говорю, ну, я, конечно, ему лекцию прочитала, говорю, классно, ну, вообще, говорю, чтобы вы понимали, что для нее это, ну, повесить ее за петлю. Вот. Он уехал один раз куда-то там, приехал, говорит, все живые, все классно. Я говорю, ну, супер, ну, у меня, конечно, был шок. Потом он уехал еще на месяц, прошло где-то две недели, он тут же уехал снова, приезжает и говорит, ты знаешь, говорит, у меня все фиалки начали гнить. Я говорю, ну, а что вы думали, вы будете постоянно вот так вот ходить по лезвию ножа, и вам будет это сходить? Нет, нет. Поэтому, слава Богу, есть умные люди, да, я не буду говорить, кто придумал этот фитильный полив, честно, я не стала, как бы, в этом копаться, разбираться, искать, вот. Но нам подарили такое чудо, как фитильный полив. Все эти годы я пользовалась этим поливом, была им абсолютно, ну, довольна. В чем его преимущество, да, ну, во всем, сокращает время на полив, да, он, когда вам нужно уехать, я без проблем, я уезжаю на 7 дней, ну, когда я уезжаю, я в первую очередь всегда волновалась о детках, потому что ты себе фиалочку поставил на какую-то емкость, да, в зависимости от того, сколько времени тебя не будет дома. Вот, и вы себе ставите на какую-то емкость соответственного размера, ну, я примерно знаю, какую емкость, какая фиалка, за какой период примерно выпивают. Есть растения, которые пьют больше водички, вот, есть растения, которые пьют меньше водички. Поэтому, ну, поэтому, если, ну, вы хотите куда-то уехать, ну, не нужно ставить фиалку на фитильный полив, ну, сегодня я поставила, завтра я уехала. Поставьте их обязательно заранее, понаблюдайте, какой сорт как себя ведет. Вот. Вот. Что еще из плюсов? Ну, в принципе, из плюсов я хочу добавить то, что действительно на фитильном поливе получаются вот такие растения, как мы видим на выставках, да, мне часто говорят, ой, у вас фиалки как на выставке, а мои не такие, мои тоже не были такими. Ну, вот этот вот способ полива, когда фиалочка, это знаете, как свинки. Свинки, они, для них специально придумали кормушки, которые постоянно, как бы самостоятельно пополняются кормом. Аналогичная история. То есть фиалка постоянно пьет, у нее нету каких-то пауз. Это как та же фуа-гра, да, когда гусей закармливают, так и мы. Фиалка сама постоянно пьет, у нас раствор постоянно с удобрением на фитильном поливе, да, кстати, не сказала, при ручном поливе, если у вас состав грунта более тяжелый, или если там может быть универсальный, да, грунт. Хотя я не рекомендую абсолютно, говорю, что фиалочки растут на этом составе грунта, на универсальном грунте. Но сказать, что это лучший метод выращивания, не скажу. Вот. Любой, вы можете добавлять в этот состав фторф. Ну, то есть, для чего, для какой цели. У вас тогда не будет пересыхать так быстро грунт, вот, и вы будете реже ее, как бы, подкармливать. Вот. Ну, тут тоже, знаете, это палка двух концов. Подкармливать в любом случае нужно. И вот тут уже все вот эти общие рекомендации по подкормке, тут они уже сложнее, потому что вы не можете просчитать, сколько же вам нужно, как бы, удобрить. И вот эта вот грань от перекорма, а фиалка очень чувствительная к перекормам, вы можете ее нарушить. Поэтому, ну, здесь нужно очень, очень четко понимать свои растения и видеть по ним, хорошо ли им или плохо. На фитильном поливе, на фитильном поливе все гораздо проще. Это такие, знаете, уже стандартизированные, как бы, схемы, да. Мы знаем дозу, минимальную дозу удобрения, которое постоянно нужно вносить. Мы вносим постоянно, ну, то есть, мои фиалочки, они всегда, вот эта вот вода фитильной емкости, она всегда с удобрением. Это, ну, у меня на 10-литровое ведро, это 3 грамма, вот, и они пьют ее всегда, каждый полив, это этот раствор удобрения, вот. И это решает проблему с тем, полила я, удобрила ли я фиалочку на этой неделе или на прошлой неделе. То есть, я не заморачиваюсь, когда я последний раз удобряла, она постоянно у меня пьет удобрения, вот. Поэтому растения, получается, крупные, крупные растения, соответственно, цветы тоже крупные. Ну, поверьте, я, как бы, эту разницу ощутила сразу, сразу, когда перевела фиалочки на фитиль. Мне понравилось, вот. Из минусов, знаете, минусов нет. Единственный минус, это, наверное, то, что на фитильном поливе я все-таки бы рекомендовала пересаживать фиалку чаще. Возможно, раз в полгода, потому что, ну, не нравится мне этот земляной ком, когда фиалочки больше, чем полгода она не пересаживалась. Ну, вот, хочется ее пересадить. Вот. А другое дело на матовой поливе. Вот тут я вообще в восторге, но к нему я немножко позже подойду. Хочу. Были у меня вчера, в эфире, был у меня вопрос по фитильному поливу, почему не тянет фитилечек. Ну, и о составе грунта для фитильного полива тоже расскажу. Для фитильного полива обязательно мы используем чистый торф с добавлением, ну, то есть чистый, то бишь без добавления чернозема. Но мы туда добавляем перлит, кто-то добавляет пенопластовые шарики. Я этого не делаю, вот. Ну, из своих каких-то побуждений о защите окружающей природы. Ну, на эту тему не буду говорить, это дело каждого. Для меня перлит, несмотря на то, что он вредный, как бы, для нас, для здоровья, вредный в том плане, что его нельзя вдыхать, он попадает в дыхательные пути, он попадает в глаза. Есть куча действий, если вам интересно, можете написать мне в комментариях. Я на этой теме тоже в конце эфира вернусь, как бы, остановлюсь. Вот. Он свою пыль, как бы, выделяет, и мы это вдыхаем. Ну, для этого мы можем взять тоже защитную маску или перед использованием, как бы, его увлажнить, чтобы не решить проблему. Вот. Я, пропорция торфа и перлита, соотношение у меня всегда идет 30 на 70. 70% торфа и 30% перлита. Поверьте, я много раз экспериментировала, пробовала, делала 50 на 50, и в итоге я вернулась именно на вот это соотношение, 30 на 70, и считаю его самым лучшим. Если вы попробовали и вам показалось, что там или фиалка замокает, или слишком влажный грунт, то, знаете, проблема не в грунте. Проблема в том, что ваша фиалочка не успевает нарастить корни, это раз. Либо еще есть вариант, что вы дали ей слишком большой горшок. Вот. Очень часто, ну, и я тоже этим грешу. Когда мы переваливаем фиалочку, допустим, обновляем, да, нам хочется сразу, ну, отрубили голову и сразу ее посадить в горшок. Этого не стоит делать. Когда мы рубим голову фиалочки, нам обязательно нужно взять 80-граммовый стаканчик и посадить ее в стаканчик. И дать ей полтора месяца там нарастить корни. А вот когда уже она там нарастила корни, вы смело можете ее перевалить. Ну, опять же, будем ориентироваться по размеру розетки, по виду растения. Ну, то бишь, если это большой стандарт, то мы сразу пересаживаем его в горшочек восьмерка. Если это какой-то малый стандарт, то можно дать ему еще сначала семерку, а потом уже перевалить в восьмерку примерно через опять же полтора месяца. Вот. И это будет очень классно для фиалочки. Она будет постоянно, постоянно в развитии, она будет постоянно развивать корневую. У нее не будет стресса, у нее не будет стопора, когда у нее останавливаются центральные листики. И потом она начинает растить как бы новую розетку, и новые листья идут более крупные. Ну, то есть она будет гармонична по внешнему виду. Вот. И когда мы наращиваем 80-граммовым стаканчиком, в стаканчике корневую, да, вот, и переваливаем ее уже в следующий горшок, вот тогда вы можете уже поспешить, скажем так, да, и поставить ее на фитильный полив. Я так очень часто делаю. То есть я не жду, когда она обрастит еще вот этот новый объем грунта корнями, а уже позволяю себе поставить ее в этот момент на фитильный полив. И в принципе, как бы проблем с этим, ну, у меня не было. Я не помню такого. Вот. Что еще, что еще. Как запустить фитильный полив? Я уже говорила в некоторых других видео о том, как я поддерживаю чистоту вот этих вот баночков, и для того, чтобы как можно реже там появлялась зелень, да, водоросли, вот. Вот. Я в последнее время стала с каждой заменой воды, я стала менять фитилечки. Вот. И поэтому я никогда не готовлю фитилечки заранее. Раньше я тоже так делала. Когда я переваливала фиалочку, предполагая, что в будущем она у меня будет на фитильном поливе, я сразу заводила фитилечек. Это раз. Во-вторых, раньше, первое мое знакомство с фитильным поливом, я тоже заводила фитилечек при посадке. Мало того, я насыпала примерно грунта, ну, вот так вот, где-то 25%. Я делала колечки всевозможные. Это все, знаете, игрушка в песочницу. Поверьте, оно абсолютно лишнее. Вот. С этим, ну, к этому приходишь с опытом. Потому что на сегодняшний день я буквально каждый месяц, поливая свои фиалки, я просто у меня, беру даже вот такую вот обыкновенную палочку, у меня всегда находятся мокрые фитилечки. Ой-ой-ой. Посетители моего магазина всегда видят вот такую баночку, то есть у меня всегда стоят замоченные фитилечки. Вот. И я беру просто фитилек. Ну, вот я вам сейчас на детке продемонстрирую. Вот так вот, где-то на 5 сантиметров, вот, придерживаю ногтем. И вот так вот вставляю. Ой, соскочил. Все. Фитиль не падает. И поверьте, этого достаточно. И без проблем она пьет, эта фиалочка. Но почему же тогда у вас происходят проблемы запустить фитиль? Дело в том, что, во-первых, фитилечек должен быть мокрый, потому что для того, чтобы он пропитался, ему нужно некоторое время, да? Значит, мы замачиваем фитилечек. Ну, вот этот вариант не очень с баночкой вам подойдет, чтобы вы посмотрели. Прозрачную надо. Давайте я вам на вот этой покажу. И наполняем емкость с водичкой. Сейчас прям сделаем. И первое погружение. У нас должно быть вот такое. Вот вы видите, насколько горшочек опустился в воду. И мы ее вот так и оставляем. Поверьте, вот эта вот водичка, она впитается. Наш грунт промокрит. Фитилечек наш уже мокрый. Если вы поставите сухой фитилечек, он всплывет. И не факт, что он пропитается. Он может пропитаться, но не до конца. Поэтому фитилечки должны быть обязательно замоченные. Она сейчас выпьет. Вы увидите, примерно... В данном случае она как бы мокрая, она быстро не выпьет. Она выпьет вот это и останется вот тут такая небольшая воздушная прослойка. В дальнейшем, когда фиалка мокрая, вот как сейчас она была у меня мокрая, да, вот допустим, или у вас там осталось немножко водички, и вы переживаете, чтобы в следующий раз не пропустить полив следующий, да, и вы хотите долить... Наверное, много вылило. В принципе, нет. То есть последующий залив вы делаете вот такой. Оставляете буквально там, ну, 5-8 сантиметров воздушной прослойки. Все, ваш фитиль будет работать. Не тянет он, если он сухой, если грунт сухой, и если вы это все не запустили, не замочили. Поверьте, проблем не бывает. Вот в таком виде, вот в таком виде я запускаю тоже. У меня обычно стоит какая-то мысочка отдельно, где я вот эту фиалочку погрузила, намочила. Потом у меня вот здесь отверстие, и я просто этот фитилечек опускаю в это отверстие. Вот так. И поверьте, она пьет без проблем, тянет себе воду, и вообще никаких проблем нет. Так. Что еще по фитильному? Что еще по фитильному? Про состав сказала, в принципе. Про размер горшочка. Коршочки на фитильном поливе. Знаете, очень много информации в интернете есть. И большие, и маленькие я использую только восьмерки. Восьмерки там восемь с половиной, это максимум. Больше горшочки я не использую, потому что чем больше у вас горшок, тем крупнее у вас будет растение. Поэтому здесь как бы каждый должен выбирать то, к чему он стремится. Вот. Матовый полив. Что такое капиллярный мат? Он состоит из двух частей. Вот такой пленочки. И вот это сам мат. Он сухой сейчас. Вот такой вот коврик. Вот. На этот коврик мы выливаем водичку. Сейчас я это сделаю, отсюда возьму. И эта водичка впитывается в сам мат. Аналогичная картина, как мы должны запустить фитилечки. Фитильный полив, точно так же мы должны запустить и саму детку фиалки. То есть фиалочка не должна быть сухой. Обязательно должны быть отверстия. Здесь пока еще нет отверстий. Можно использовать и горшочки. Если у вас небольшая коробочка, я уже тоже есть видео, уже об этом говорила, то можно использовать и горшочки, и стаканчики, и разного размера эти самые... Разного размера и стаканчики, и разного размера горшочков. Все они, в принципе, хорошо пьют достаточно. Бывают какие-то там исключения, но, как правило, я просто... Ну, если вижу, что кто-то там подсыхает, я беру немножко отверстия, делаю глубже. Вот в стаканчиках есть такая проблема, когда, допустим, ну, вот не очень плотно прилегает ко дну стаканчика сам торф. Потому что мы когда сажаем, ну, мы пытаемся оставить его пышным, да, воздушным. Мы стараемся не трамбовать. И вот такие моменты, ну, это на первых порах, буквально, наверное, ну, недельки-две могут пересохнуть такие фиалочки. Потом, поверьте, я когда заглядываю в теплички, я вот так иногда, они через вот эти капиллярные отверстия, они умудряются корешками даже ухватиться за мат. И они распускают свои корешочки и пьют с мата. Здесь этот вид полива мне очень нравится чем? Тем, что вот эти фиалочки мы можем дать им просохнуть, проконтролировать, подойти, посмотреть. А, сегодня еще, там, допустим, он уже сухой, мы чувствуем, что мат уже всю влагу из себя отдал. Но мы видим, что еще, допустим, не все фиалочки просохли. Вот, и в таком случае, как бы, мы можем дать растениям просохнуть, грунту просохнуть. Ну, фиалочки, как бы, на это откликаются, ну, достаточно, как бы, неплохо. Знаете, я пользуюсь им уже, ну, вот, наверное, 6 месяцев. И хочу сказать, что по растениям, по внешнему виду я не заметила, чтобы они как-то стали меньше. Вот, да, в том плане, когда я говорила, что, переходя на фитильный полив, мои растения стали более жирненькие, да, такие, как выставочные экземпляры. На матах, несмотря на то, что я им даю, как бы, немножечко все-таки просохнуть, ну, растения не поменялись. Возможно, как бы, это в комплексе играет роль, потому что сюда я заливаю точно такой же раствор, как и для фитильной емкости. Вот, но кайфую я от того, что у них остается грунт свежий, рыхлый, и очень, ну, гораздо больше, на больше этого грунта, этой свежести хватает по сравнению с фитильным поливом. Вот здесь, конечно, фитильный полив меня немножко, как бы, ну, не то, чтобы разочаровал, но я дам предпочтение мату, да, но у него есть тоже свой минус. Минус заключается в том, что его не настолько долго, как бы, хватает, как мы можем себе позволить, допустим, на фитильную емкость, да, поставить на целый месяц уехать, допустим, поставить какую-то большую емкость. То есть здесь, ну, в зависимости от загруженности, в зависимости от размера растения, ну, хватает дня на 4, ну, максимум 5, ну, то есть, но, опять же, нужно учитывать, что мы не приходим, и каждую, каждую деточку ходим там, да, и поливаем с леечкой, и стоим над каждой вот этой вот палеточкой по, там, ну, минимум 15 минут, да, А мы подошли просто, влили и пошли себе дальше. Это, конечно, очень, ну, спасает. В условиях большой коллекции это да. Вот, плюс, еще классно, что даже если вы куда-то уезжаете, у вас достаточно хорошая коллекция уже, да, большая, вот, вы можете попросить соседа там, ну, кого угодно, племянницу, внучку, бабушку, кого угодно, сказать, приди, полей мне фиалочки. И поверьте мне, фиалочки это те дружочки, которых не каждый возьмется за ними следить, или которых вы не каждому доверите. А когда вы четко, ну, пропишите инструкции и скажете, вот столько воды, вот, одну фиалочку достал, залил, опустил и пошел, то, поверьте, ваши друзья, знакомые скажут, чего-то расплюнуть, езжей хоть на год. Вот, в этом плане здесь, конечно, тоже преимущество. Вот, состав грунта здесь аналогичный, как и на фитильный полив. Разницы в этом нет. Можно ли на использовать маты при тяжелых грунтах? Я бы не рекомендовала, потому что, ну, вот, на тяжелом грунте, да, мы поливаем примерно, там, раз в 5 дней. Вот, здесь этот срок, в принципе, будет увеличиваться за счет того, что влага будет браться и еще из мата. Поэтому я бы не рекомендовала. Ну, опять же, у каждого свои условия, поэтому можете пробовать. Так, что еще, что еще, что еще? Спрашивайте, я посмотрю, может, есть какие-то вопросики? Да, кстати, в зимнее время вот эти вот, что капиллярный мат, что фитильный полив, это, скажем так, вариант для, наверное, стеллажа, либо очень-очень теплого окошка, либо, ну, я не знаю, знаете, нужно контролировать, потому что ваша фиалка очень постоянно, как бы, находится в влажном состоянии, да, то есть, а влага, это, если холодные, ну, даже если самое теплое окно, понимаете, от стекла все равно идет холод. И поэтому важно чувствовать, знаете, не холодно ли ваши фиалочки возле окна. Подойдите, постойте возле окна, положите, просто поставьте руку на уровне листиков вашей фиалочки, вы почувствуете, что даже если у вас в помещении, то есть в квартире, в комнате, там, 22-24 градуса, то на окошке возле стекла все равно будет холодно. И здесь фитильный полив или маты, допустим, да, они могут с вами сыграть злую шутку. Вот, у вас появится какая-то плесень на, ну, на грунте вы увидите, а там, а это уже, как бы, признаки того, что уже какая-то там негативная микрофлора начинает зарождаться. Поэтому, тоже уже много раз говорила, как я у себя в квартире справлялась с этой проблемой, я просто много-много слоев вот так вот к окошку ставила газету. Вот, и когда, ну, эта газета, она вот этот холодный, на высоте растения, она предотвращала вот этот вот холодный поток. Ну, то есть, вот так вот. Да, это некрасиво, но зато ваша фиалочка здорова, и вы потом не мучаетесь, как бы ее там спасти, да, как ее, как ее выходить, что делать, почему эта гниль произошла, и давай искать фунгициды. Очень неудобно мне листать. Простите меня за эту длинную паузу. Кто-то просился в прямой эфир, но, если вы хотите в прямой эфир, мы должны заранее это обсудить, и, возможно, возможно, как бы я пущу вас в прямой эфир. Ручной полив как лучше в подон или сверху? Я всегда поливала сверху, и, знаете, ну, я не знаю, как лучше, я скажу так, что я читала информацию, что когда вы поливаете только в подончик, то корневая, как правило, как бы она аккумулируется, ну, вот она растет в нижней части горшочка, вот здесь вот аккумулируется, а верхний объем грунта, он, как бы, тоже намокает, но там меньше, как бы, корневой, и могут быть, ну, может растение не усваивать этот грунт верхний, да, и может появляться влажность, ну, не влажность, а плесень. Как бы я, ну, на этом не могу вам точно сказать правдивая эта информация. Я всегда поливаю сверху, ну, поливала сверху, ну, деток поливаю тоже сверху. Хотя, ну, вот капиллярный мат, по сути, да, это и есть подон, ну, как бы, полив подон. Проблемы, как бы, не вижу. Корневая хорошо развита, по всему объему горшочка развита. Я думаю, здесь, ну, нет такой, как бы, проблемы. Главное, проблема тогда, когда вы нерегулярно ее поливаете, когда случаются пересушки. А сверху или снизу это уже, ну, такое, достаточно второстепенное. Так. Что делать, если пересушили грунт и корни пересохли? Что делать? Пересаживать фиалочку. Ну, знаете, тоже пересушка, она бывает разная. Она может быть катастрофическая, а может быть не катастрофическая. Это раз. Во-вторых, опять же, что же сорта, все они по-разному реагируют на пересушку. Какие-то есть, для которых реально даже маленькая пересушка, она уже губительна. Очень часто, ну, как бы, на форумах я встречаю такую информацию, ну, я всегда знакомлюсь с каждым сортом, да, если это не новый сорт, и о нем мало информации, вот, то частенько на форумах пишут, что такой-то, такой-то сорт не переносит пересушки, да. Вот. Ну, иногда я не нахожу подтверждения этой информации, но, как правило, как бы, такое бывает. Вот. Бывает, что у фиалочки уже поникли листочки, и все. Вы сначала ее отпоите, дайте ей адаптироваться и наблюдайте. Бывает такое, что, в принципе, у фиалки и бутоны, и все, я ее пересушила, и там какие-то корни отмерли, и потом она отошла и себе дальше цветет. Да, она, конечно, это покажет, эту проблему, чуть-чуть попозже, она покажет это каким-то там, какой-то там, ну, к примеру, да, это не по той причине, это просто ювенильный листик. У вас могут начать подсыхать края, это будет, ну, сигналом, и вы будете понимать, что это мне за то, что я тебя засушила. Вот. И некоторые растения вот могут максимум вот так вот отреагировать и себе дальше цвести, расти и буять. Вот. Некоторые растения очень достаточно, как бы, достать примерно через полтора месяца. Вот. Вы должны достать сам этот самый земляной ком и посмотреть, какая же корневая у вашей фиалочки после пересушки. Если вы видите, что она вот таким вот способом. Эта фиалочка недавно была пересажена, у нее небольшая корневая. Если вы видите, что у вас достаточно много светленьких, красивых корешочков, значит, все прошло классно. Если же вы достали за полтора месяца, у вас там не наросло каких-то красивых корней, это значит, что в вашей фиалочке нужна стимуляция, вам нужно ее пересадить, вот старый этот грунт весь по максимуму снять. Если там еще за это время остались не перегнившие корешочки, то перес... ну, как бы зачистить их и пересадить их в свежий грунт. Кто-то очень рвется прямо в эфир, даже два человека. Так, друзья, ну что, в принципе, у меня вопросы закончились. У вас я вижу тоже. Ну, давайте попробуем в эфир пустить наших зрителей. Тут их два, я не знаю, как. Как? Я надеюсь, что я об этом не пожалею. Может, кто-то не любит писать, хоть хочет задать вопрос. Ожидаем. Девочки, пишите вопросы, если есть еще какие-то вопросы, пишите, я на них отвечу. Вы уверены? Никто к нам не присоединяется. Ну что, тогда, наверное, пойдем посмотрим фиалочки. Подождите, кто-то подключается. Если перелили фиалочку, что делать? Ну, если перелили фиалочку, нужно ее подсушить. Что делать? Ну, опять же, надо понимать, на какой стадии данный момент находится эта фиалочка. Это фиалочка. То есть она уже начала гнить, да, уже сгнила корневую. Либо вы просто только что ее перелили, поняли, что, ой, что-то я погорячилась. Или такое бывает, что с вечера полила, утром заглянул, потом прямо чувакает, и ты не понимаешь, ой, я, наверное, дважды туда залила. Если нет у фиалочки дренажных отверстий, да, у деточки, ну, вот как здесь, я в последнее время не делаю эти дренажные отверстия, особенно на вот такие маленькие фиалы, ну, маленькие стаканчики, то тогда обязательно мы прорезаем эти отверстия и выставляем на салфетку или газетку, на что-нибудь, что вытянет эту лишнюю влагу. Расскажу, почему я перестала делать дренажные отверстия в стаканчиках, потому что, потому что вот такие маленькие объемы грунта, они и так достаточно быстро пересыхают, вот, и я заметила, ну, во-первых, как бы у меня уже рука набита, я знаю, сколько нужно налить фиалочки, чтобы она напилась, да, и там не захлебнулась. Ну, мне кажется, что это, ну, каждый понимает, да, чисто интуитивно, вот. Так вот, когда, допустим, фиалочки делаем снизу отверстия, то испарение происходит у нас не только вот здесь, оно и происходит через эти отверстия. И очень часто, как бы, я стала замечать такую, как бы, историю, что когда у меня нет отверстий, у меня фиалочка, верхний слой грунта просох, а нижний еще не просох. И, проходя мимо полочки, я понимаю, ах, ну, вот там уже просохшая, нужно поливать. Но когда я беру ее в руки, знаете, это как какой-то балласт, да, как намек, что уже пора, но я знаю точно, что, несмотря что здесь она сухая, то внизу она еще не сухая, у меня корни и корни не погибли, вот. И когда я обратила внимание на это, я перестала делать вот эти вот отверстия, потому что до этого глянула, ага, уже там пересохший грунт. Спасибо, девочки, за это самое, за вопросики, сейчас буду отвечать. Когда грунт пересох, когда есть отверстие, грунт, как бы, пересыхает равномерно. Поэтому подумайте, попробуйте, поэкспериментируйте. Как часто следует удобрять фиалки и в какие периоды? Вот, девочки, уже много раз тоже говорила, еще раз повторюсь, я поливаю минимальной дозой удобрения, и сегодня тоже об этом говорила, всех одинаково всегда, потому что вспоминать, когда я удобряла, когда не удобряла, это такая минимальная доза, поверьте, когда у вас свежий грунт, и в нем еще достаточно своих вот этих вот веществ, заправленных производителем, то эта минимальная доза, она не станет для них какой-то там губительной, да, или там лишней, вот. Но в то же время она понемножечку-понемножечку накапливается, вот, поэтому я удобряю всегда. Поливаю, этой же минимальной дозой я поливаю при посадке даже черенков, то есть листовых черенков, вот. Фиалочка привыкает к этой дозе, знаете, даже, даже вот когда у меня пересохшие, вы, наверное, знаете, что нельзя поливать пересушенные растения удобрением, потому что они сожгут просто-напросто и так уже пострадавшие корди, вот. Так вот, эта минимальная доза, она не страшна даже с пересушенной фиалкой, я ее поливаю точно так же. Читала в интернете, что удобряют янтарной кислотой, скажите, пожалуйста, ваше мнение. Мое мнение, я никогда ей не поливала, скажу раз. Я просто в этом тоже разбиралась, что делает янтарная кислота. Янтарная кислота, она улучшает, она делает мягче просто-напросто ваш состав вашей воды, вот. И, соответственно, за счет этой мягкости, как бы, фиалочка лучше усваивает те удобрения, то есть легче расщепляет все вот эти соли, да, которые есть в удобрении. Сама янтарная кислота не является удобрением, она просто смягчает тот состав воды. Я поливаю фиалочки и так фильтрованной водой, поэтому, ну и даже когда не поливала, никогда не использовала. Знаю, что там чудодейственно она действует на орхидеи, но это самое. Но никогда не использовала и, ну, не вижу в этом потребности. Чем удобряете и какая доза? Удобряю удобрением мастер. Мастер это профессиональное удобрение торговой марки Валагра. У них есть все вот эти формулы и колейная, ну, в общем, все-все необходимые. Я пользуюсь только одним, это мастер универсальный 20-20-20, то есть все эти, все пропорции равны, они подходят на всех этапах развития, и для деток, и для взрослых, и для закладки бутонов, все там есть. Уже много раз говорила, повторюсь еще раз, если вы хотите, чтобы у вас цвели фиалочки вот там, создайте им хорошее освещение, потому что если у вас не будет освещения, пичкайте вы фосфорным удобрением, не пичкайте, поверьте, у вас не будет ни цветов, ни шапок, потому что закладывают пиалочки, бутончики свои от освещения в первую очередь. Все. Поэтому универсального с хорошим освещением хватает вот так с головой, раз, во-вторых, опять же, что тут, понимаете, это тоже нужно какой-то график ввести, я, наверное, ленивая просто, когда там вы удобрили этим фосфорным удобрением, вы удобрили, да, в следующий раз. Я с этим всем не заморачиваюсь, отношусь к этому проще, как цветут мои фиалочки меня, в принципе, устраивают. Вот. Ну что, девочки, у нас еще есть 10 минут. Пойдем фиалочки смотреть? Или есть еще вопросики? Ну, давайте пойдем. Сейчас я постараюсь вас не перекинуть, пока снимать буду. Ой. Сегодня сняла видео, которое обещала вчера, но качество, конечно, мне совсем не понравилось, не знаю, с чем это было связано, как-то резкости не хватало. Сейчас пойду помедленней, чтобы вы смогли рассмотреть всю эту красоту. Девчоночки, оставляйте, пожалуйста, свою обратную связь, чтобы я понимала, полезна была ли для вас эта информация, узнали ли вы для себя что-то новое. Вот такой вот, смотрите, какой у меня есть спортик. Это трейлерная фиалочка RS Fieria. Заказывала я ее специально с спортиком. Просто балдею от нее. Такой синий электрик. Я не знаю, насколько она передается. Она такая фиолетовая. Цвет у нее, конечно, бомбезный. Миниатюрочки наши, любимые. Проходочка маленькая. Жоли Ферри Болл. Ну и розеточки, пупляшечные розеточки никого не оставят разнодушными. Посмотрите на эту красотку. Это Яка Шахиня, как я ее обожаю. Сколько там цветочков на этом цветоносе? Сложно сказать. А вот сегодня у меня раскрывается Яка Солнечный Мальчик. Я не знаю, что там. Очень интересно. Химерой, что ли, хочет стать. Такой классный бутончик. Ой. Ой-ой-ой. Кумака Pink Wave. Куча бутонов. Будем ждать букета. И вчера в истории показывала РМ Красный Шарк. Цветочки не крупные, но посмотрите, какие они кругленькие шарики. Тут еще один вылазит. Красотка Ле Васса. Вот такая вот красавица. Очень люблю, когда фэнтези вот такими сегментами. А это Ле... Ле-ле-ле-ле. Ой, велетела из головы. Сейчас посмотрю. Ле Авантюра это была. А вот это АВ Русский Сувенир Спорт. Такой спортик прикольный. Я прям балдею. Цветок у него очень крупный. А крас получился такой как будто фантазийный. И вот фактура цветка просто бомбезная. Это вот второй раз я вижу, такие цветы мне попадаются. У меня есть одна безымяшка. Я тоже когда-то показывала ее синяя. У нее точно такая же фактура цветка. И я была, в общем-то, в восторге. Никогда до этого такого не встречала. И сейчас вот появился такой дружочек у меня. А это опус Оаны. Так долго я о нем тоже мечтала. И, наконец-то, он у меня есть. Прикол у него такой, что открываются цветочки абсолютно чистенькие, голубые. И буквально на третий день цветения у него уже появляются вот такие шикарные разводы. Очень мне нравится. Розеточка аккуратненькая, аккуратненькая. Видите, ладненькая такая. Цветочки не крупные. Но когда будет букетик, то, в принципе, для такой розеточки очень гармонично. Еще одна красотка. Хумака Лила Вэйв. Тоже очень долгожданный сортик. Очень долго я мечтала его завести. Завела, наконец-то. Теперь балдею, кайфую. Так, что у нас тут еще? Очаровательные глазки. О, прошла мимо РС Мавки. Тоже такая красотка. Слабо видно. У нее очень много зеленцы. Цветет она уже очень давно. Букетик такой пышненький. Новые все раскрываются. Старые где-то там вот внизу остаются цветоносы. Шапочка такая пышненькая. Вот. Ну все. Я думаю, 10 минут прошло. Буду сохранять эфир, чтобы мы с вами не потерялись. И все было удачно, сохранилось. Вот. Вот еще секундочку покажу. Вот такой замечательный спортик. Это Ален Грэн Пер, по-моему. Такие крупные цветы. Эта пиалочка должна была быть беленькой, с зеленой каймой. Посмотрите, какой шикарный получился спорт. По размеру тычинки видно, какой будет следующий цветок набитый и красивый. Очень классно. Ну все. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока.